добрый день дорогие друзья идеальный фитнес существует ли он если да то что в это понятие входит в этом коротком видео размышления и слово идеальный означает наилучший но бывает ли такое наилучший фитнес давайте порассуждаем на эту тему коротко исследований на эту тему не было и я как человек более чем сорокалетним стажем работы тренера в разных видах спорта хотел бы сказать о том что фитнесе это физическая культура очень важны разнообразие красивое место желание человека его знания а также друзья которые могут быть с ним это может быть кот собака человек но лучшими друзьями фитнесе являются бог солнце воздух и вода и сегодня хотел бы предложить вам размышлением на тему идеальный фитнес в следующем варианте первое вы берете велосипед и едете на нем 15-20 минут в виде разминки в спокойном темпе по пересеченной местности затем ставите где-то этот велосипед и бегайте бегайте также примерно 15-20 минут затем останавливайтесь где-то около вот такого примитивного фитнес-центра или место где вы можете сделать на дереве подтягивания на скамейке сможете сделать отжимания в положении руки на скамейке руки на полу ноги на скамейке а также вы делаете упражнение обязательно для ног это приседание или выпрыгивание из положения приседа а также вы делаете упражнение для мышц живота пресса и для спины в положении лежа это тоже очень важно после этого это будет атлетизм со своим телом и после этого вы переходите к йоге и в йоге очень важно сделать упражнение для зрения для легких дыхательные упражнения для гибкости плеч позвоночника тазобедренного сустава ног это очень важно а также для зрения и памяти и затем вы перемещаетесь в плавательно открытый бассейн море озеро реку водоем в котором вы плаваете примерно от 500 до 800 метров это займет тоже у вас время примерно 15-20 минут и затем у вас игра игра будет простой легкой это баскетбол волейбол это может быть мини-футбол теннис настольный или большой теннис тоже 15-20 минут и затем вы вновь садитесь на велосипед и едете уже домой и вот такой фитнес он в идеале самый лучший почему 15-20 минут потому что из печени и селезенки депонированная кровь начинает попадать в кровеносное русло только через 15-20 минут и вот это важный момент это важный момент и об этом необходимо помнить но для того чтобы прийти к этому к этой тренировке важно чтобы вы начали с простого это быстрая ходьба медленный в течение 5-15 минут затем вы овладеваете определенными навыками в упражнениях по йоге по плаванию это тоже важно очень и затем осваиваете свое тело в простых упражнениях подтягивания отжимания и упражнения для пресса и для мышц спины в положении лежа идеальный фитнес поразмышляйте вы об этом а я желаю вам божьей милости благодати до свидания